Что вот эта тема Карабаха и то, что произошло, сказалось и на армянах, и на азербайджанцах, на народах. Нельзя нам, нам надо остановиться. Кто-то хочет эти два народа, которые тут веками жили, переженились и будут жить, и они не уедут, кто-то их сталкивает лбами. В 1988 году исторический армяно-азербайджанский конфликт, который прикрепел вмешательство власти Советов в 1920-е годы, перешел в открытую фазу. Тогда конфликт в Нагорном Карабахе, населенный преимущественно армянами автономной области на территории Азербайджанской ССР, стал первым столкновением двух советских республик на территории СССР, которое продемонстрировало растерянность центральной власти страны. В феврале 1988 года, после требований населения Армении и Нагорно-Карабахской автономной области о передаче Азербайджанам Англова под юрисдикцию Армянской ССР, в Азербайджане начались митинги, которые привели к столкновениям между азербайджанцами и армянами, которые проживали в азербайджанских городах Сумгаити, Гянже и Баку. Везде они закончились погромами и жертвами с обеих сторон. Смотрите, 11, 12, 13 января 1990 года Баку уничтожали армян. Что господин Карабачев? Не знал, что это происходит там. И только 19 числа ввели войска Лебедя. По мнению ряда историков, первый президент СССР Карабачев мог бы, в конце концов, согласиться на передачу Карабаха Армении, но не захотел показывать слабость, когда вопрос вошел в повестку дня московской демократической оппозиции, и его поддержал академик Сахаров. По свидетельству Евгения Примакова, председателя Верховного Совета СССР, правозащитницы Лейлы Юнусовой, Гарри Каспарова и многих других, именно события в Сумгаите стали точкой невозврата. 15 января 1990 года чрезвычайное положение было введено в НКО, при граничных с ней районах Азербайджанской ССР, в Горейском районе Армянской ССР, а также в пограничной зоне. Согласно заявлениям общества «Мемориал», сотрудниками комендатуры и войсками при осуществлении режима чрезвычайного положения допускались многочисленные нарушения законности. В результате неправомерного применения военнослужащими оружие получали ранения и гибли мирные жители. Действительно, в отличие от генерала Макашова, я не вводила войска в Закавказье, не арестовывала лично президента Армении Тер Петросяна, депутатов армянского парламента, обладающих иммунитетом. По существу просьба? По существу мне представляется, что эти два документа не могут быть равноправными и не могут быть идентичными, потому что мы должны исходить из национальных интересов России. Известный эксперт по межнациональным отношениям, этнограф и депутат Госдумы Галина Старовойтова назвала Карабахский конфликт классическим примером трудноразрешимого противоречия между двумя фундаментальными принципами. С одной стороны, права народа на самоопределение, с другой стороны, принципа территориальной целостности, согласно которому возможно только мирное изменение границ по соглашению. После распада СССР и вывода советских внутренних войск, ситуация в зоне конфликта стала окончательно неконтролируемой. Все это, в конечном счете, привело к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом. Первой Карабахской войне, которая продолжалась с 1992 по 1994 год. В военных действиях на стороне Азербайджана, кроме регулярных войск Российской Федерации, также участвовали бывшие военнослужащие советской армии и наемники из бывших союзных республик. Наемники воевали и на стороне Нагорно-Карабахской республики. Конфликт привел к значительным этническим изменениям в регионе. Из зоны, охваченной боевыми действиями и самой Армении, уехали около 250 тысяч проживавших здесь азербайджанцев и карабахских курдов, в то время как Азербайджан покинули почти все армяне. Большинством независимых экспертов общие потери оцениваются в 25-30 тысяч человек, но по другим оценкам общие военные и гражданские потери за период с 1988 по 1996 год могли превышать 50 тысяч человек. Армения платит высокую цену за то, что Карабах как бы под своим контролем. Это как бы военном смысле, в экономическом смысле, в геополитическом смысле тоже. То, что почти 30 лет закрыты границы Турции, например. Но по всей видимости армянское население готово до сих пор платить эту цену. И никакие экономические аргументы не имеют реакцию среди большинства армян. Не скажу всех, но среди большинства. Это вопрос идентичности. И вопрос идентичности истории и для Азербайджана, и для Армении. То, что Карабах наш регион, то, что мы не можем представить себе нашу нацию без этого места, это, к сожалению, ну или к счастью, к сожалению, это общее место соприкосновения для объекта нации. После завершения Первой Карабахской войны, победой Армении и захватом ею прилегающих к НКО азербайджанских районов, конфликт перешел в замороженную фазу. Велись переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входили дипломаты США, Франции и России, но предлагаемые компромиссы отвергались то властями Армении, то властями Азербайджана. Вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана периодически происходили эскалации напряжения различного масштаба. В 2006 году в Нагорном Карабахе прошел референдум о независимости республики. Естественно, мы ничего нового не сказали, мы всего лишь подтверждаем то, что мы сказали однажды. Мы высказались за независимость, и сегодня, наверное, это логика развития событий в Нагорном Карабахе, когда дети тех, кто в 1991 году голосовал за независимость, подтверждают сказания их отца. Было и заявление МИД Нагорной Карабахской республики о неприятии тех базовых принципов, которые предложены сопредседателями. И первый пункт касался, конечно, территорий, которые мы называем освобожденными территориями, это зона безопасности. То есть ни власти, ни общество Карабаха не приемлют такие подходы, и я считаю, что говорить о территориях, это означает заводить процесс в тупик. Окончательное улеговление без участия представителей Нагорного Карабаха просто невозможно. Это требует и логика самого конфликта, это требует и логика регулирования. Это требует еще то обстоятельство, что в конечном итоге народ и власти Нагорного Карабаха должны взять на себя часть ответственности за осуществление тех или иных договоренностей. И вот они прибыли про это еще либо дод значительное о том, чтобы возвращаться Аравичславрой, après Brew Backyard AC, мы решались обоих candелям моихами, ях括 Санхманадуручан fuels happy логика, и в Санхманадуручан свои образы спешей с юристами. Мыfaи долог起 Sims вvariи nost輩индии, я保и жил в том, что передо��и тесточulturalочно общие бед…. Надо обязательно посоветоваться с Карабахом, потому что возвратить землю – это абсурд. Просто абсурд, и все. Не думаю, что какой-то Карабахец. Думаю, что вопрос Карабаха может решиться без ее участия. Наверное, если будет такое решение, мы снова восстанем против этого решения, и снова начнется война. Потому что для меня лучше воевать и освободить, чем просто так отдать нашу землю. В ноябре 2014 года отношения между Арменией и Азербайджаном резко обострились. После того, как близ линии соприкосновения у сел Агдамского района Азербайджана, азербайджанские военные сбили армянский вертолет. На самой линии соприкосновения возобновились регулярные обстрелы. Стороны впервые с 1994 года обвинили друг друга в применении крупнокалиберных артиллерийских средств поражения. Сообщалось о погибших и раненых. 20 июня по инициативе президента России Путина прошла встреча президентов Республики Армения и Азербайджанской республики. Основной темой встречи были пути решения карабахской проблемы. Любые сложные ситуации могут быть разрешены, если есть добрая воля. Мне кажется, что такая добрая воля со стороны азербайджанского народа, со стороны армянского народа существует. Невзирая на эскалацию конфликта, армянская сторона предполагала, что Путин не допустит большой войны. Но в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе произошли крупнейшие на тот момент вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими силами, получившие в прессе название «Четырехдневной войны». В результате произошли небольшие территориальные изменения в пользу Азербайджана. Если весь мир знает наше положение, хорошо будет, да, будем жить. Настроение нормально, потому что такие дни и раньше были, да. У нас как будто иммунитет есть. Мы можем терпеть. Мы жили спокойно. Просто вот эти три дня начала. Ночью очень большая стрельба была. Очень большая. Мы испугались. Моя дочка говорит, мама, это что такое? Я говорю, я не знаю. Ну, мы пошли в угол туда, забились. Смотрим, что-то так. Все, стекла, окна, мокла. Все, вот, дырку сделала большой. И все на нас. Мы оттуда убежали в подвал. 27 сентября 2020 года вновь активизировались военные действия на линии соприкосновения, ставшие самыми масштабными и кровопролитными с 1994 года. Началась Вторая Карабахская война, которую также называют 44-дневной войной. В Армении и Азербайджане было объявлено военное положение и всеобщая, или в случае Азербайджана, частичная мобилизация. Ну, мы, армяне, любим свой дом. По-настоящему. Где бы ни находились, хотя там тоже наши армяне, но все равно нас тянет сюда, к нам, в свой дом, в свой город. Мы привыкли здесь, мы любим наш город. В итоге боевых действий 10 ноября 2020 года Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, по итогам которого Армения вернула Азербайджану контроль над Кальбодарским, Агдамским и Лачинским районами, кроме Лачинского коридора шириной 5 километров, который перешел под контроль российских миротворцев. Уже российские войска стоят. Вот это блокпост, который уже русские заняли на границе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Какое страшное увидели, уже ничего страшного не останусь для нас. И страшно, и хотим. Все нормально. Дома спала, что есть. Только одежду надели и бегали. У меня там дом, квартира, которую оставили. Вынуждено, потому что так надо было. У меня два сына, которые были на самой первой линии фронта. Состояние души детей, которое уже искалечено. Вот это очень страшно. В голом состоянии ничего не было у них. Ничего не взяли с собой. Здесь сельские люди давали, там район Ягварты, город Ягварты. Там у нас капуста, картошка, морковка, что-нибудь, что есть. Там молоко, сыро. А там что нет, из дерева она приводит. Но уже в следующем году, в ноябре 2021 года, вновь начались, а в 2022 году продолжились приграничные вооруженные столкновения между армией обороны НКР и вооруженными силами Армении и Азербайджана. В том числе произошел обстрел территории самой Армении. Эти столкновения закончились в конце 2022 года блокадой Азербайджаном Нагорного Карабаха и перекрытием Лачинского коридора. Эта дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была закрыта для всех гражданских и коммерческих транспортных средств. В сложившейся ситуации около 120 тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, оказались лишены доступа к товарам и услугам первой необходимости, в том числе к жизненно важным лекарствам и медицинскому обслуживанию, были зафиксированы голодные смерти. В 2023 году премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что правительство Армении признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, что вызвало волну протестов и недовольство населения Армении. 19 сентября 2023 года вооруженные силы Азербайджана начали военную операцию против армии обороны НКР. Спустя сутки после начала боевых действий появились сообщения, что руководство НКР согласилось вывести оставшихся армянских военных из Нагорного Карабаха, расформировать и полностью разоружить части армии обороны Нагорного Карабаха и вывести с территории региона тяжелую военную технику и вооружение. Стороны договорились о прекращении огня на условиях, которые, по сути, являлись актом капитуляции республики. 27 сентября в НКР спецслужбы Азербайджана задержали руководителей непризнанной республики, а 28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года. После прекращения боевых действий к 29 сентября 2023 года свыше 70% населения Нагорного Карабаха, более 97 тысяч армян, жителей НКР, уехало в Армению. Из одежды только пару вещей взяла, больше ничего не смогли привезти. Я завернула в одежду фотографию моего покойного мужа, но так как он был военным, то мелькнула мысль, как бы азербайджанцы нам ничего за него не сделали, но все-таки взяла. На полпути нам сказали, что идут проверки на границе, и я оставила его фотографию где-то по дороге. Что могла поделать? Сказали, что проверяют, а он на фото был в военной форме. Пусть Бог простит меня за это. Невозможно жить с врагом, а иначе как это назвать? Нас буквально выдавили. Дали нам время, чтобы собраться, дали бензин и все. Давайте, мол, выезжайте, уходите, покиньте Карабах. Как нам теперь туда вернуться и жить с ними, как ни в чем не бывало? А еще они стреляли из-за всякого оружия. Невозможно там было жить. Мы приехали сюда всемиром. Мой муж, я, свекровь, свекор и трое моих детей. С собой мы взяли только несколько комплектов одежды, пару каких-то вещей на память. Больше ничего. После 44-го дневной я видела сон. Как бы солдат азербайджанский держит в руке клетку. Там голубь находится, закрытая клетка. Ну, хочет, как бы, выпустить, но не выпускает, полуоткрытая. Я с этой надеждой вернулась, чтобы хоть потом уже, чтобы суметь вернуться, там, в свой дом, на могилу отца. Но так и не получилось. Что поделать? Честно говоря, после 44-го дневной была надежда вернуться, чтобы все будет хорошо. Но сейчас уже нет вообще. Потому что я не хочу, чтобы у меня были дети, чтобы они тоже погибли. Чтобы весь этот кошмар, слово, через все это, но проходить. Я не хочу, честно говоря. Я уже не верю. После проигранной войны в НКР премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил выход страны из ОДКБ. Также он обвинил Россию в нарушении поставок уже оплаченных вооружений. Они были вызваны дефицитом оружия из-за войны России против Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Армения в 2024 году знак доброй воли и для начала процесса делимитации и демаркации границы возвратила четыре пограничные деревни Азербайджану, что сопровождалось массовыми протестами в самой Армении. Армяне продолжают опасаться этнических чисток со стороны властей Азербайджана. Разворот четко есть от России. Почему от России? Потому что Россия не только не помогла нам в вопросе Нагорного Карабаха, и вы знаете об этнической чистке армян, там были российские миротворцы, ничем не помогли армянам Карабаха, но и не помогает самой Армении. Поэтому разворот. И здесь одна очень маленькая деталь, очень важная. Представляете, вчера идет заседание Евразийского экономического союза, саммита выступает, Никол Пашинян там и другие. И именно в это время МИД Армении поздно вечером сделает заявление, что мы больше не будем вкладывать наши финансы в развитие организации договора коллективной безопасности ОДКБ. Даже этот символизм показывает, что Армения разворачивается от России и ОДКБ. Россия погрязла в Украине, тяжелейшей ситуации, под тяжелейшими санкциями, прямо скажем, не до Армении. Но кроме всего прочего, а что может Россия сделать? Что она будет воевать против Армении? Не думаю. Поэтому Россия хочет, не хочет, будет терпеть эту ситуацию. Летом 2024 года власти Азербайджана заявили об окончании вывода российских миротворцев с территории страны.